Смузи какой он называется? Смузи мачо манго. Начнем с первого ингредиента, в который он будет входить. Это мачо. Он идет от 1 до 2 граммов. Ну, не больше. Лучше 1 грамм. Потому что если будет больше, он будет перебивать все сильно, будет не очень. Ее разбавляет на миллилитров 70 кипятка. Вот это 70 грамм. До свидания. Всего доброго. Получается теплее, чем другие, да? Ну, когда замороженное все в смузи, вообще нет, потому что тут много ингредиентов. Если меньше, допустим, кипятка залить, он не будет густой. Тот же манго у нас идет. 100 грамм. Тот же самый банан. В каждом смузе 75 грамм. И идет шпинат свежемороженный. Его, в зависимости от того, какие таблетки в пакете покупаете, фасуете. Я фасую от 40 до 50 грамм. Ну, по две. Чтоб не резать. Чтоб быстро это было. Ну, то есть, 42 часа. Он нужен для цвета. По большей части, немного для вкуса. Можно говорить людям, что он для полезности. Для здоровья. В общем, засыпаем все наше. Шпинат. Шпинат пошел. Пошел манго. 100 грамм манго. 75 бананов. Сразу мочу. И сюда идет меньше всего молока. Вообще 125 миллилитров. Но, так как мы поняли, что у нас стакан побольше, сделаем до 50 миллилитров больше. То есть, 175. Ну, до 450 раз взглянем. И всегда соя, миндаль. Да. Всегда миндаль. Другой нет. Потому что все остальные... А если соком это смешать? Что будет? Даже не пробовал. Можно попробовать, в принципе. Ну, ладно. В другой раз. Да. Как вариант. И запускаем. Готово. Ну, и самое прикольное, что они все такие разных цветов. Летние, веселые. Да. Включаются вот так. Разноцветные. И веселые. Самое главное, натуральные. Ничего такого. Какие-то примеси. Субтитры здоровья. Наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...